Привет, ребята! Вы на канале Тойчоя Китс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Сегодня мы с вами продолжаем играть в птицу в клетке. Давайте посмотрим, на чем мы остановились. Это открытое окно? Как же нам повезло! Джоэл показал движением, чтобы ты была потише. Тише! Мы не узнаем, ловушка ли это, пока не войдем внутрь. С помощью Джоэла ты влезла в открытое окно. Там все нормально. Оглядевшись, ты поняла, что ты здесь одна? О, да! Я отопру дверь, чтобы ты тоже мог войти. Когда вы вошли в дом Джонни, вы оказались на кухне. Поскольку дом был очень светлый, ты видела все очень хорошо. Давай ненадолго остановимся и просто послушаем. Вы замолкли и вслушались с Джоэлом, есть ли в доме шум, который мог бы сигнализировать, что здесь кто-то есть. В доме так тихо, что ты слышишь свое сердцебиение. Мне это не нравится, Джоэл. Кажется, здесь почти тихо. Джоэл согласился с тобой и взял тебя за руку, чтобы утешить. Я думаю, мы в безопасности. Теперь посмотрим, что мы можем найти здесь. Вы с Джоэлом начали оглядываться на кухню. Ты поражена тем, насколько все аккуратно и упорядочено. Блин, в раковине не осталось даже ни одного грязного стакана. В раковине нет стаканов, но похоже, что он, возможно, вскоре планирует резать индейку. Посмотрев, куда указывает Джоэл, ты в шоке, увидев множество ножей, выложенных на столе. Джоэл, зачем все остальное было убрано, кроме этих ножей? Покачав головой, Джоэл может только догадываться. Я не уверен, но я рад, что он не здесь, чтобы объяснить это нам. Вздрогнув, ты поняла, насколько опасно входить в дом Джонни. Давай теперь забудем о ножах и сосредоточимся на том, чтобы выяснить, что стоит за той картиной, которую мы видели в прошлый раз. Когда ты зашла за Джоэлом в гостиную, доска под твоей ногой скрипнула, и ты вздрогнула. Ой, Джоэл поймал тебя, когда ты отпрыгнула к нему. Что это было? Эта доска слабая, и она скрипнула. Наступив на доску еще раз, ты снова услышала отличительный скрипящий шум. Это напугало меня? Мое сердце поднялось в горло. Джоэл посмотрел на доску. Странно. Я думал, что это дом на прочном бетонном фундаменте. Наверное, я ошибся. Увидев странный взгляд на лице Джоэла, ты спросила его об этом. Что это может значить, что дом не на бетонном фундаменте? Джоэл не захотел тебя беспокоить, поэтому просто ответил. О, это ничего. Я просто подумала вслух, вот и все. Ты посмотрела на Джоэла, а затем решила принять его ответ. Ладно, давай вернемся к тому, зачем мы здесь. Подойдя к стене, на которой висела фотография, ты внезапно остановилась. О, Джоэл! Все кончено! Джоэл сразу бросился к стене, где висела фотография Джонни и Кэрол. Ощупав руками стену, Джоэл не смог найти никакой секретный рычаг. Слезы потекли из твоих глаз. Я была так уверена, что мы найдем Кэрол здесь. Джоэл обнял тебя и позволил тебе плакать. Мы никогда не найдем Кэрол. Ты обязательно устанешь от этого. Что? Я плачу на твоем плече все время. Джоэл просто обнял тебя. Вообще-то, я тоже захотел заплакать. Отпрянув от Джоэла, ты увидела, что он серьезен. Но почему ты плачешь? Она не твоя сестра. Потому что, Лютик, я, похоже, не могу решить эту тайну и сделать тебя счастливой, найдя твою сестру. Когда вы с Джоэлом задумались, часы на стене забили куранты и напугали вас обоих. Посмеявшись, Джоэл посмотрел на часы, чтобы узнать, сколько времени. Джоэл замер, и ты тоже посмотрела на часы. Ты видишь это? Там есть переключатель, торчащий на стороне этих часов. Подойдя ближе к часам, ты увидела маленький металлический выключатель. Как ты думаешь, это что-то значит? Я бы поставил на это все свои сбережения. Подбежав к часам, Джоэл щелкнул выключателем, и ты услышала слабый грохот позади тебя. Ты быстро повернулась и увидела, что стена открылась. Вы с Джоэлом обменялись шокированными взглядами. После того, как мы ушли, этот подлый парень, должно быть, перестроил механизм, открывающий дверь. Ты издала низкий свисток, а затем побежала к секретному входу. Джоэл протянул руку и остановил тебя. Джоэл, что ты делаешь? Кэрол может быть там. Или там нас может ждать кто-то другой. Я не подумала об этом. С нетерпением, ты позволила Джоэлу засунуть голову и оглядеться. Ну что там? Ты видишь, Кэрол? Джоэл вытащил голову назад и покачал головой. Я вообще не вижу, Кэрол. На самом деле, там так темно, что я ничего не вижу. Ты задрожала от беспокойства, которое почувствовала от найденной секретной комнаты. Итак, кукольный домик был прав. В этом доме есть секретная комната? Да, кажется, все верно. Посмотрев на Джоэла, ты приняла решение. Ладно, я пойду туда. Джоэл быстро покачал головой. Нет, я не смогу жить, если с тобой что-то случится. Но это моя сестра, которая пропала, поэтому это дает мне право идти за ней. Джоэл понял, что ты очень серьезно и оттолкнул тебя от входа, чтобы поговорить с тобой. Я хочу поговорить с тобой, юная леди. Перебирая волосы, Джоэл попытался немного облегчить напряжение в комнате. Полагаю, мы могли бы начать с того, чтобы выпить воды. Это, по-моему, успокоит меня. Увидев свою возможность, ты ждешь, пока Джоэл повернется, чтобы пойти на кухню, прежде чем сделать шаг. Кэрол, я иду. Ты действовала быстро и прошла через вход в стене, прежде чем Джоэл смог бы остановить тебя. Джоэл заметил, что ты задумала, но уже слишком поздно. Подожди! Это опасно идти в одиночку. Сразу, как ты вошла в секретную комнату, стена за тобой закрылась хлопком. Ты услышала крики, а потом поняла, что они исходят от тебя. Повернувшись, ты ударила об стену и закричала, чтобы Джоэл выпустил тебя. «Джоэл! Джоэл! Здесь темно, и я ничего не вижу!» Ты услышала, как Джоэл постучал по другой стороне стены, а потом он затих. «Джоэл, ты еще там?» Ты услышала, как Джоэл что-то пробормотал, а потом услышала шум. Джоэл вернулся и закричал через стену. «Часы сломались, и я не могу найти другой способ, чтобы активировать механизм. Я думаю, это была ловушка». «Ловушка? Джоэл, я боюсь! Вытащи меня отсюда!» «Я собираюсь бежать к своей машине и взять телефон, чтобы позвонить в полицию!» «Нет, не оставляй меня!» Но Джоэл не услышал, потому что он уже вышел из дома. «Что же мне теперь делать?» «Теперь, когда ты действительно осталась одна, ты медленно стала шарить вдоль стены, чтобы найти выключатель света». «Почему я не послушала Джоэла держаться подальше от секретной комнаты?» «Кажется, прошла вечность, и ты наконец нашла выключатель и нажала на него». «Ты была ослеплена, когда узкое пространство заполнилось светом». «Оглядевшись, ты увидела лестницу, ведущую к другой двери». «Ох, это место такое жуткое! Что будет за этой дверью?» «Чувствуя тяжесть ситуации, ты не можешь контролировать свои слезы». «Ты собралась с силами и снова задумалась о своей ситуации». «Что, если Джонни ждет меня по другую сторону двери?» «Ты содрогнулась и постаралась не слишком много думать о том, что Джонни мог бы сделать». «Ох, пожалуйста, позволь полиции скоро появиться!» Внезапно тебя напугал какой-то шум. «Джоэл, это ты?» «Ты не смогла услышать Джоэла на другой стороне стены, так что это должно быть что-то еще». «Ты решила спуститься по лестнице очень медленно и остановилась перед дверью». «Хорошо, теперь что?» «Как будто в ответ ты снова услышала шум». «Откуда этот шум? Я не могу сказать». «Приложив ухо к двери, ты ничего не услышала, кроме своего собственного биения сердца». «Может быть, я просто задумалась и сама сделала этот шум?» «Когда ты положила голову на дверь, она неожиданно открылась». «От ужаса ты стала неподвижной, ожидая, что кто-то набросится на тебя». «После нескольких задыхающихся мгновений ты набралась достаточно мужества, чтобы войти в комнату». «Первое, что ты сделала, это поспешила к окну, только чтобы обнаружить, что оно заколочено». «Нет ли выхода из этого места?» «Когда ты огляделась в комнате, то поняла, что в какой-то момент это была чья-то спальня». «Опять же, ты услышала слабые царапины, исходящие откуда-то вокруг». «Что это за шум?» «Ты настолько эмоционально истощена, что не хочешь ничего лучше, чем просто лечь и отдохнуть». «Но что-то в глубине твоего ума продолжает толкать тебя и искать источник шума». «Я не уверена, что именно я должна сделать сначала». «Что ты должна сделать?» «Ребята, ну вот и все, я думаю, что на этом нужно заканчивать. Если вы хотите увидеть продолжение, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии. Ребята, вы были на канале Тойя Чай Китс. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok